Доброе утро, дорогие подписчики и гости канала Кашпошницы. С вами я, Наталья Петровская, и сегодня 2 августа. Вот так вот незаметно долгожданное лето пошло по наклонной, так сказать. Давненько я не крутила обруч, какая-то на меня лень навалилась. Но лень не с точки зрения лени, как таковой. И даже вот иногда говорят, лень матушка. У меня, например, моя матушка вообще не про лень. Ну просто вот что-то мне как-то неохота была. Как-то я больше думала, чем делала. Делала на самом деле самое лучшее, что я делаю, когда мне просто думается, это я плету. Я за эти несколько дней плела больше тысячи литров Кашпо. Сегодня буду снимать короткие видео, покажу вам, какую красоту я наплела. Я очень необычный Кашпо спила. Но сегодня не об этом. Сегодня 2 августа, и я чуть не пропустила этот день. Ибо ровно год назад в этот день я разместила ролик о своем увольнении. О том, что спустя 16 лет работы на одном месте, вдруг так случилось, что я получила уведомление о сокращении. Компания у меня была иностранная, ну и, соответственно, все все понимают, почему иностранные компании сократили свое присутствие. Было ли для меня это неожиданно? Да, болезненно, очень. Да, и до сих пор, наверное, я как-то немножко переживаю, потому что нравилось мне всегда говорить и думать, что я сотрудник компании Unilever. Гордилась я компанией, любила я свою компанию. Все там было классно и хорошо, и я не хотела оттуда уходить до определенного времени. Определенное время, это я имею в виду приход нового руководителя. И знаете, когда приходит человек, с которым у тебя не просто нет понимания, а есть просто, знаете, взаимное раздражение, то никакая работа, никакие деньги не могут, как бы, как сказать, смирить тебя с этим. Ой, сколько я нервов на это потратила, бессонных ночей. И сейчас, спустя год, я вот вспоминаю это время, пока вот у меня был этот начальник, и думаю, на кой я все это терпела? Вообще, для чего мне нужно было это все терпеть? Наверное, для того, чтобы сейчас, в течение этого года, каждый день получать удовольствие от того, что мне не надо слушать дурака. Дурака и дурацкие задания выполнять круглосуточно, днем, ночью и прочее. Для того, чтобы ценность каждого дня сейчас ощущать в полную силу. Наконец-таки вот наступила такая жара-жаришка. Можно надеть легкие шортики, маечку. И не идти в офис, не сидеть перед компьютером с заполнением определенных каких-то очередных дуростей. А вот так общаться с вами, разговаривать. Что же у меня произошло за этот год? За этот год я столько для себя сделала, сколько не сделала за всю свою жизнь до этого. Нет, ну, конечно же, пока я работала, и пока у меня были такие карьерные планы, и планы закрыть свои основные потребности, такие как жилье, там, квартира ребенку. Ну, чтобы у меня не было, голова не болела о том, где жить, что есть, где отдыхать, где время проводить. Вот сейчас смотрю на свой сад и понимаю, что вся эта красота тоже возникла благодаря тому, что я 16 лет работала на этой работе, а до этого еще 33 года работала в других компаниях. Мне было тяжело, но это все того стоило. Вот все, что у меня есть в этой жизни, это все тоже, как бы, уже, ну, как сказать, вознаграждение за тот труд, который у меня был. А сейчас, видно, настало время получать удовольствие от заработанного и от того, что... От того, что сейчас в этой жизни, что сейчас я могу проснуться утром не по будильнику. Могу в 5 утра проснуться, походить, погулять, попить кофе и опять лечь спать. Могу в 2 часа ночи лечь спать. Знаете, свобода, вот это вот волшебное слово свобода, когда ты сам себе хозяин. Я очень долго к этому привыкала, очень. Я никак не могла, я просыпалась утром в 9 утра. И в 9 утра мне надо было срочно включить компьютер, которого у меня, кстати, тут же не оказалось, да. Мне надо было что-то такое, знаете, динамику какую-то. Сейчас тоже динамики полно, но она другая, она мне во благо, понимаете, не по нужде. Ладно, давайте продолжим. Что я за это время сделала, за этот год? Я 5 недель провела на море в Болгарии. Я 2,5 недели провела на море в Таиланде. Я съездила в Красноярск, я смоталась в Питер, я съездила в Иваново на 2,5 недели. Я покаталась по Подмосковью и здесь недалеко еще, в Костромскую Владимирскую область. Я провела 19 мастер-классов и 2 еще у меня будет вот через несколько дней. Я 240 женщин научила плести кашку и общаюсь с ними, понимаете. У меня телефонная книжка на 240 номеров пополнилась. И это люди, которые меня понимают и которые со мной общаются с удовольствием, и я с ними. Я отучилась в двух школах моделей, нельзя сказать, что закончила, потому что в одной я продолжаю учиться. Я впервые в своей жизни, в 48 лет, в 47, вышла на подиум, что вообще для меня всегда казалось чем-то вообще невообразимым. Да что говорить, я до этого и макияж-то делать не могла. А сейчас вот пройдя обучение в школе моделей, я не только научилась ходить на каблуках, ходить вот так с прямой спиной, с кирпичом на голове, носить каблуки. Я научилась делать макияж, я научилась делать разные прически. Это, знаете ли, тоже для женщины нужно и важно. А мне на это вечно то времени не хватало, то желания, то сил. Помню, придешь с работы, знаешь, просидев там целый день перед компьютером, и сил у тебя ни на что нет. А сейчас у меня придешь с работы, и... Вернее, не придешь с работы, а вечер приходит, и ты понимаешь, что... Такой хороший день был, а завтра будет еще лучше. Надо лечь спать, а завтра проснуться в хорошем настроении. Я, кстати, перестала понимать, какой сегодня день недели. И это для меня прям очень хорошо, потому что раньше я прям в пятницу уже впадала в настроение эйфории, в четверг даже. А в воскресенье, во второй половине дня, у меня уже настроение вообще портилось. Я понимала, что завтра на работу, а мне это не нравится. Ну, короче, вот такие вот дела. А, ну, и самое главное, что мы здесь собрались-то все. У меня стало 22 900 подписчиков. Вы представляете? 22 900 подписчиков. Столько человек со мной по утрам крутят обруч или смотрят, как я кручу, общаемся. Да, не все мои ролики, конечно же, имеют такие просмотры. Да это и не важно. Важно то, что для меня это очень весомая цифра. Я даже себе не представляла, что такая цифра возможна. И что я хочу сказать? Если вдруг в вашей жизни что-то нестерпимо, вам не хочется и не нравится, лягте на волну. Расслабьтесь и послушайте, куда вас несет время, люди и даже ваши враги. Вот как меня, да? Вот тот человек, которого я на дух не переношу, не переносила, в итоге сыграл положительную роль. Его руками моя жизнь изменилась. Поэтому не буду, конечно, говорить, что я всех люблю. Я не всех далеко люблю. Но я верю в то, что Господь нам дает именно то, что нам нужно. И наша задача научиться все принимать так, как нам дается. Всего хорошего. Вы были на канале Кашпорста. С вами была я, Наталья Петровская. Меня ждут еще много дел. У меня сейчас какой-то под... Такой подъем. Сейчас я доделаю то, что не доделано. Допишу те ролики, которые не дописаны. И давайте встречаться на канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться, потому что для меня эта цифра очень важна. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok